Обзор на недавно появившиеся недорогие наушники от Тонор с продолжительным временем автономности и поддержкой управления через фирменное приложение. Характ юристики. Связь, Bluetooth 5.3. Кодеки, ААК, СБК. АКБ-45 Мачушка, 500 МакКейс. Водозащита, ИПКС-4. Интерфейс зарядки, USB-100. Время работы, до 6 часов. Один заряд, до 28 часов, с кейсом, внешний вид. Коробка имеет типичную для многих других ТВС-наушников квадратную форму белого цвета. Изначально запечатана в пленку. Внутреннее убранство представляет собой блистерный лыжемент, в котором по отдельности лежат наушники и зарядный кейс. Комплект поставки состоит из короткого зарядного USB-100 кабеля, дополнительных двух пар сменных амбушюр и инструкция. Кейс выполнен из глянцевого пластика белого цвета. По обтекаемой форме напоминает жемчужную гальку. С лицевой стороны находится светодиод активности. С другой стороны ничего. Со стороны дна расположен USB-100 порт для зарядки. Фиксацию крышки обеспечивает встроенный в корпус магнит. Наушники также фиксируются при помощи магнитов. В руке кейс лежит удобно. Вес пустого кейса почти 39 граммов, а одного наушника 4,25 граммов. Наушники сделаны из аналогичного глянцевого пластика. Имеют форму капли на стебельке. Управление обеспечивается касанием по сенсору на корпусе. Звуководы закрыты мелкой сеткой. Документация с потрошечником доступна здесь. Вид в синтетическом ухе. В ушном канале наушник сидит хорошо. Если в вашем случае вываливается, то попробуйте сменить амбушюры. Подключение. Для включения наушников достаточно открыть крышку кейса. В системе Android определяются верно. Доступен режим высококачественного аудио, кодирующий звук VAG. Наушники поддерживают подключение одновременно к двум устройствам. Приложение. Для реализации дополнительных функций можно скачать приложение Honor AI Space. При первом подключении сразу прилетело обновление. В приложении можно посмотреть точный уровень заряда встроенных аккумуляторов, поменять управление, задействовать самый скудный эквалайзер, в котором всего четыре пресета без возможности регулировки ползунков частот. Сканирование протоколов. Довольно большой выдало список с разными вариациями СБК, АК кодиков, однако система Windows по умолчанию выбирает СБК, итоги. Наушники получились простые, без привычного нынче активного шумодава и прозрачного режима, но и цена соответствующая. Звучание мне сначала показалось зажатым по всем фронтам, однако переключение эквалайзера на пресет PopMusic заметно исправляет это дело. Затычки я невольно всегда сравниваю с моими основными мониторными HD10, и в 10-м 3 Lite конечно заметно недостает детализации и нюансов в звучании. Качество сигнала стабильное, обрывов замечено не было. А вот за качество сборки и долгое время работы эти наушники действительно можно похвалить. Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...